Неделя на Данум. Напомним о важных и интересных событиях. В студии Анастасия Натальевич. Здравствуйте. В областном перинатальном центре после нашумевших трагических случаев с детьми боятся за врачей. Пришлось даже написать письмо в прокуратуру. В июле у нас родилось 430 детей, из них 7 умерло. В августе 428 ребенка родилось, умерло 10. Потенциал малого и среднего предпринимательства используется лишь на треть. Повысить процент помогает форум «Территория бизнеса. Территория жизни». Бизнесу точно совершенно видеть те преференции, которые созданы для того, чтобы он развивался. Коровы и коты, уколов не боятся, началась массовая вакцинация животных от опасных болезней. Чтобы и скотина была здоровая, и мы были здоровы. В броске дротика – главное ноги. Мастер-класс по дартсу дают лучшие спортсменки страны. И в конце броска добрасываем дротика со счет листьев. Можно погладить редкого кудрявого пеликана. Краснокнижная птица ждет жилье и документы в трогательном зоопарке. Еда, на кушай. И с еды. Давай. Как это обычно бывает в нашем регионе, после 32 градусов жары, резко наступила холодная осень и зима близко. Подготовка к ней – процесс постоянный, только заканчивается один отопительный сезон. Тут же стартуют подготовительные работы к следующему. За две недели до запуска батарей жилищный фонд региона в целом и Данской столицы в частности готов к холодам на 99%. Отопление у нас сдается по постановлению главы администрации города. Обычно у нас это 15 октября. Но если среднесуточная температура останавливается на уровне 8 градусов, и это в течение рабочей недели, то тогда отопление может быть включено и раньше. По прогнозам синоптиков, ниже 8 градусов средняя температура в начале октября не опустится. Так что отопительный сезон, скорее всего, стартует 15 числа. Василий Голубев занял первое место в рейтинге устойчивости глав регионов ЮФО. Эксперты коммуникационного холдинга оценивали руководителей регионов по 9 критериям. Донского губернатора от коллег отличает отсутствие конфликтов на федеральном уровне. Нет у Василия Голубева и штрафов по критерию вмешательства силовых структур, угрозы уголовного преследования и аресты в команде губернатора. Высокую оценку глава Донского региона получил по критерию наличия у губернатора под управлением большого проекта. И по остальным пунктам, таким как экономическая привлекательность региона, у него крепкие 2 балла из 3. Наметим, что из 8 глав регионов ЮФО только Василий Голубев попал в зону. Отставка маловероятна, у остальных риск есть, а у главы Калмыкии даже многовероятно. Бизнес-успех стартовал в начале недели в Донской столице. Региональный этап престижной премии – часть Всероссийского форума «Территория бизнеса. Территория жизни». Предприниматели презентовали проекты инвесторам и обсудили с властями региона бизнес-климат. Пленарное заседание провел губернатор. Форум «Территория бизнеса. Территория жизни» собрал тысячи участников. В Ростов приехали руководители крупных компаний, небольших фирм, представители власти и контролирующих организаций. Открывая пленарное заседание, губернатор отметил, в первом полугодии на развитие институтов поддержки предпринимательства из федерального бюджета привлечено 264 миллиона рублей. Больше, чем в других регионах ЮФО. «Бизнесу точно совершенно видеть те преференции, которые созданы для того, чтобы он развивался. И как только мы почувствуем вот эту синергию бизнеса и те, кто работает в органах власти от муниципального уровня до регионального, как минимум, тогда мы увидим совершенно новое качество развития территории». Потенциал малого и среднего бизнеса используется лишь на треть, считает Василий Голубев. Так что поддержка предпринимательства в приоритете. Экспорт на Дону превышает импорт. За первое полугодие товарооборот региона с другими странами увеличился на 13%. Особенности внешней торговли в ноябре в Ростове обсудят участники Всероссийского форума экспортеров. «Я считаю это стратегически важно. Экспорт определяет, регион является частью глобальной экономики или не является. И то, что Ростов бросает вызов, принимает на себя такую площадку, это замечательно». Имена лучших экспортеров Дона назвали сегодня на торжественной церемонии награждения победителя ежегодного конкурса. Это и локомотивы донской экономики, и новичок – завод по выпуску гибкой упаковки «Ветерфолл ПРО». «Завод запустился в городе Шахт в августе прошлого года, и с августа прошлого года мы активно присутствуем как на российском, так и на экспортном рынке. Те продажи, которые мы показали в прошлом году, дали нам возможность участвовать в этом конкурсе. В настоящее время география экспортных поставок представляет более 36 стран». На этапе строительства завод входил в губернаторскую сотню, что гарантировало всестороннюю помощь властей. О снижении административных барьеров и числа различных проверок бизнеса шла речь о так называемой «общественной приемной». На вопросы бизнеса отвечали представители налоговой, УФАС, службы по тарифам. Завершился форум награждением победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимателей» победила администрация города Зверево. Мария Индрикова, Руслан Ханчиев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Угрозы в адрес врачей областного перинатального центра начали поступать после серии обвинительных публикаций в СМИ. В этом медучреждении в августе умерли тройняшки, в сентябре еще один мальчик. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. А теперь руководство центра обратилось в правоохранительные органы с просьбой обеспечить безопасность своих сотрудников. «Мы боимся выходить на работу, мы боимся ездить в общественном транспорте, мы боимся отпускать детей в школы и садики. Защитите нас, пожалуйста». Это отрывок из письма врачей перинатального центра в прокуратуру. По их словам, почти каждый день в общественном транспорте они слышат разговоры с призывами к агрессии в адрес специалистов центра. Не умолкают и дискуссии в соцсетях. Бывшая пациентка медучреждения Людмила Столбовская приехала поддержать врачей и еще раз сказать им большое спасибо. Год назад именно здесь она стала мамой двойняшек Вики и Руслана. «На 37-й неделе у нас было назначено плановое кесарево сечение, но в итоге у нас были естественные роды. Я очень ей благодарна за то, что так вышло, что мы обошлись без операции. Здесь все нормально, слава Богу, и за это очень благодарны центру и врачу». В областной перинатальный центр поступают самые тяжелые пациенты со всего региона. За 8 месяцев 2017-го здесь родились 2577 малышей, и каждый четвертый был недоношенным. Но современное оборудование позволяет выходить младенцев весом меньше килограмма. «Вес этого малыша, они находятся в инкубаторах, которые поддерживают влажность, температуру. Все оборудование, оно рассчитано на то, чтобы максимально поддержать все функции жизнеобеспечения. И, конечно же, для того, чтобы работать на этом оборудовании, надо иметь очень высокую квалификацию». С начала года на свет появилось 50 малышей с экстремально низкой массой тела. Спасти удалось 11. Основная причина недоношенности – состояние здоровья матери. Первая неделя жизни недоношенного младенца – период адаптации, пережить которой, несмотря на все усилия врачей, дано не каждому. «Не зря природа так определила, что ребенок должен находиться 9 месяцев в утробе матери. 9. Для того, чтобы он родился жизнеспособным». Еще один фактор риска – многоплодная беременность. За время работы центра здесь появились на свет 1450 двоин и 42 тройни. И с тройным врачам не удалось спасти всего две. За пять лет число умерших младенцев до года на Дону сократилось почти вдвое. И все же трагедии случаются. «В июле у нас родилось 430 детей, из них 7 умерло. В августе 428 ребенка родилось, умерло 10». Все умершие в центре дети были недоношенными. После недавней гибели тройняшек стали ходить слухи, что причиной могла стать внутрибольничная инфекция. Но врачи перинатального центра эту версию опровергают. И надеются, что следствия и результаты экспертиз расставят все по своим местам. Анна Туполева, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. И вот, что еще о событиях недели, расскажем далее. Коровы и коты уколов не боятся. Началась массовая вакцинация животных от опасных болезней. Чтобы скотина была здоровая, и мы были здоровы. Можно погладить редкого кудрявого пеликана. Краснокнижная птица ждет жилье и документы в трогательном зоопарке. Первые голы Моногаровой за сборную российские гандболистки обыграли Португалию в отборе на евро. В броске дротика – главное ноги. Мастер-класс по дарцу дают лучшие спортсменки страны. И в конце броска добра с вами протекаем за счет действий. С пустым ведром пришли. Не к добру наверняка подумали сотрудники Ростовского водоканала, увидев на улице людей с пустыми ведрами в руках. Оставшиеся без воды жители ДНТ РСМ «Товарищ» решили пойти на крайние меры. Смена председателя «Товариществе» вылилась в сложную историю с долгами по воде в сумму более 1 миллиона рублей. Люди требуют заключения прямых договоров на водоснабжение, чтобы не страдать из-за отдельных должников, которые не платят месяцами. В водоканале же считают, что подключение к водоводу частных домовладений «Товарищества» было самовольным, без согласования с ресурсоснабжающим предприятием. Именно по этой причине у жителей нет и не может быть прямых договоров на водоснабжение. Ситуация зашла в тупик, пока к жителям садоводства приезжают водовозки. Парада не будет, так ответили власти шахт Новочеркасска, Волгодонска и Батайска на уведомление о проведении в городах Ростовской области гей-парадов. Главный аргумент – рядом с публичным мероприятием могут находиться дети. Инициатор – московский ЛГБТ-активист Николай Алексеев за отказ пригрозил Европейским судом по правам человека. Не будет и свадьбы ростовчанки Виктории Лопыревой с певцом Николаем Басковым. Во всяком случае, 5 октября в Грозном, как планировалось ранее. Мать певца попросила отложить торжество, так как 5 октября – дата ухода из жизни ее отца. Событие, которое называют самой обсуждаемой темой осени, возможно, и произойдет, но позже. Многие высказывали подозрение, что свадьба – только пиар-ход. И тот факт, что она вдруг перенесена на неизвестный срок, говорит в пользу этой версии. Все отлично, только с качеством подсолнечного масла и муки. А вот о молоке и жареных семечках этого никак не скажешь. В департаменте потребительского рынка подвели итоги ежегодной проверки продуктов в торговых сетях. И объявили результат в пресс-центре Дон Медиа. Независимые эксперты проверили 12 категорий продуктов, 11 торговых марок. И прошли контроль далеко не все производители. Сметана, сливочное масло и молоко в четырех случаях из 11 – не то, чем себя называют на этикетке. Растительный жир содержит масло «Горянка», «Сметана новая деревня», «Горянка», «Фрауму» и «Кубанского хладокомбината». Творог простоквашенный из старой деревни и калории. Проблема подавляющего большинства продуктов – нет декларации о соответствии. Декларации о соответствии на масло сливочной не были предоставлены вообще в 10 случаях из 11. То есть декларация о соответствии, каждый из вас знает, что это обязательный документ, который должен сопровождать оборот этой продукции. И каждый из вас вправе на любом объекте торговли попросить ознакомиться с этим документом. Порадовали только производители муки и растительного масла. Ни к одному виду претензий нет. Хороши почти все замороженные фрукты и овощи, а вот салаты с заправкой, которые производят гипермаркеты, в большинстве своем не проходят по микробиологии. Как и охлажденные мясные полуфабрикаты и фарш. Микробиологические показатели не могут, ну почти никогда, если закрытая продукция, появиться при реализации, при торговле продукции. Это проблема, которая скрыта в самом продукте, если он упакован вакуумно. То есть это грязное производство. В семи из одиннадцати образцов тортов и пирожных дрожжи или плесень. Практически все жареные семечки содержат токсичный кадмий. Результаты исследований направлены производителями в надзорные службы. При поступлении нашей информации эта продукция торговыми сетями, она возвращалась к производителю. То есть не дожидаясь меры, ну еще раз говорю, не в стопроцентных случаях, но наша задача как раз таки предотвращать такие ситуации. В этом году еще ни одна ситуация с нарушениями до суда не дошла. Торговые сети прислушиваются к претензиям специалистов департамента и вредным товаром не торгуют. Иначе им грозят штрафные санкции и конфискация продукции. Анна Туполева, Фатима Зурабова, Александр Чалый, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Сибирская язва, бешенство, бруцеллез, лейкоз, туберкулез. Особо опасны инфекции животных. Уберечь от инфекции скот, птиц и домашних котов с собаками можно только вакцинацией. Массовая диспансеризация животных стартовала в регионе. Ветеринары прививают коров, свиней, лошадей, кур на крупных фермах и начали обход частных дворов. Сначала Дуся, потом Мурка, Васька, Маруська. И так всех девятерых котов Зои Цветковой привели от бешенства. Без усатых, признается женщина, в ее хозяйстве никак. Охраняют урожай и корма от грызунов. А ветеринары уже заряжают шприц для рогатой красавицы Марты. И кормилица, и поилица, и ласковая. Ну, они же так же, как и люди. Люди любят и ласку, и все, все, все. Как накормишь, так она и молочка даст хорошо. Вообще не ласковые животные. Ну, обиду не понимают, когда их обижают. Для телки Валентины, получившей имя в честь покровителя влюбленных, как и для черняшки с буяном, это первый укол. Теперь молодняк точно не заболеет ни узелковым дерматитом, ни сибирской язвой, ни лейкозом. А на очереди хозяйство семьи Камбур. От бешенства укололи подравшихся Бульку и Рыжика. Затем Зойку, Зорьку, Рябинку и Майку. Высокоудойные буренки за день дают по 60 литров молока. Продукция идет на стол хозяевам и на продажу. Так что в необходимости прививок никто не сомневается. Весной делаем прививки от туберкулеза, чтобы не заболеть туберкулезом. От лейкоза, от прививки против ящера. Это чтобы и скотина была здоровая, и мы были здоровы. Стоимость одной вакцины для буренки – 650 рублей. Но половину этой суммы оплачивает государство. К тому же у животных берут кровь и исследуют ее на вирусы. Сладелец платит в рамках 300 рублей в среднем за обработку одной головы, которая включает в себя 7 исследований и вакцинации. То есть в эту цену входят и лейкоз, и брусселез, и туберкулез, и вакцинация сибирской язвы, ящера, бешенство и так далее. Ветеринары предупреждают. Непривитые животные создают опасность для здоровья людей и экономики региона. На сегодня в стране более 50 очагов АЧС и 70 карантинных случаев бешенства. Галина Горлова, Руслан Хамчеев, Дон-24, Матвеево-Курганский район. Краснокнижный кудрево-пеликан стал временным жильцом ростовского трогательного зоопарка. Редкая птица поселилась здесь случайно. Похоже, ее просто выгнали из прежнего дома. И теперь ждет от приютивших людей документы и новую квартиру. Пиля, на кушай. Ты сытый. Пиля сытый, но донскую рыбку готов смаковать хоть весь день. Утки, куры и гуси птичьего двора поначалу боялись грозного на вид недомашнего пернатого. Но их корма он не ест, никого не трогает. И теперь к замечательному соседу залетает в гости даже павлин. В трогательный зоопарк Пиля попал случайно. На дороге под поселком российским Аксайского района его подобрал местный житель. Птица летать не умеет, ручная. Видно то, что она жила где-то дома. Поэтому он попытался выпустить его на природу. Птица не улетала, была голодная. Он накормил ее, обратился в Министерство природоохраны. А Минприроды по цепочке в трогательный зоопарк. Сотрудники молодого пеликана приютили, привили, взяли все необходимые анализы и теперь готовят документы на разрешение его содержать. Ведь птица непростая, краснокнижная. Кудрявый пеликан под угрозой исчезновения занесен в Красную книгу России и Международный союз охраны природы. В Ростовской области кудрявые гнездятся в районе озера Маныч-Гудила. «Разрешительных документов в Ростовской области на содержание таких птиц ни у кого нет. Поэтому никто не знает, откуда она и кто был ее прежним владельцем. Условия у нас в зоопарке, они не позволяют держать такую птицу, но временно для того, чтобы сделать ей документы, мы готовы ее принять». За два месяца трогательный должен найти для пили новый дом. Ростовский зоопарк принять пернатого пока не готов. Документы делать дорого, а с ними, возможно, и возьмет. А может, необычной птицей заинтересуется частное лицо. Это не первый случай выхаживания в трогательном зоопарке диковинных животных. За пять лет сотрудники спасли леся, цурка, филина, овец, кошек и летучих мышей. Анастасия Натальевич, Юлия Сурикова, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дану. Игла, а к ней баррель, хвост и пером – составные части спортивного снаряда дротика. Дартс не только интересная игра. Его рекомендуют людям с нарушениями зрения, а в ростовском медвузе оперирующим хирургам тренируют руку. А еще это профессиональный спорт, в котором команда Ростовской области взяла серебро на чемпионате России. И сегодня девушки дадут всем мастер-класс. Для дартсмена мышцы спины играют важную роль, поэтому продолжаем. Да-да, дартсмены тоже тренируют мышцы. И за четырехчасовое занятие проходит от трех до пяти километров. А технику броска нам сегодня ставит первый номер сборной России Вероника Королева. Сначала ставим руку под углом 90 градусов. Прицеливаемся, делаем заман и бросок. И в конце броска добрасываем фрутика за счет листья. Рука понятна, но самое интересное, что секрет точности броска во многом зависит от постановки ног. 95% успеха дартсмена – это правильная стойка. Правую ногу ставим вперед, разворачиваем плечо к мишени и готовимся к броску. Благодаря правильной технике мне, начинающему дартсмену, удалось попасть в большой сектор и получить 19 очков. Важно еще и вес дротика под свою руку подобрать и технику хвата. Три вида хвата классических. Карандашный хват, самый простейший, но он не самый легкий на самом деле, потому что три пальчика всего держит дротик. Дальше идет трехпальцевый сверху хват и четырехпальцевый. Ставятся полностью все пальцы на бары. Играть в дартс можно в любом возрасте, но начинать лучше в начальной школе. Дети в этом возрасте относятся как к игре, к этому виду спорта. Пока они играют, мы ставим технику, им технику броска, стойку. Да, это нелегко, потому что трудно стоять в мишени много часов. Алсура Агимова занималась музыкой, спортивной гимнастикой, но задержалась в дартсе. Любимый школьный предмет – математика. А здесь и ловкость развить можно, и научиться быстро считать. Я, допустим, остаюсь у меня чистая очков, и ты должен знать, сколько тебе осталось, чтобы знать, куда кидать. Вот так на выход к мишени настраивается неоднократный призер европейских соревнований Маргарита Раевская. Я предпочитаю рок альтернативный. Несмотря на громкое звучание, тексты довольно лиричные, и многие из них помогают мне обрести веру в себя. 2 октября в Японии стартует Кубок мира. В составе сборной России ростовчанка Вероника Королева. Олеся Слынько, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Хоккеисты и баскетболистки провели на этой неделе первые домашние матчи с сезоном. Парни, хоть и не без труда, справились с аутсайдером. Девушки уступили коллективу из высшего дивизиона. А гонболистка Юлия Моногарова успешно дебютировала в сборной России. Спортивные подробности недели у Романа Саганова. Физкульт-привет хоккеисты Ростова реабилитировались перед своими болельщиками за неудачные матчи на выезде. Дома Кондоры дважды обыграли Барнаульский Алтай. В первом матче наши хоккеисты уверенно провели первый период и открыли счет. Отличился Алексей Савинов. Во второй 20 минутке ростовчане еще дважды огорчили кипера Сибиряков. Шайбы на счету Туника и Матвейкова. Но в концовке алтайцы эти голы отыграли. И все же в третьем периоде окончательный счет установил тот же Савинов. 4-2. Первая чистая победа сезона. Первый домашний матч всегда в сезоне. Немножко эмоции перехлестывают. Старались играть на победу. Соперник хороший. Задача была только побеждать. Во втором матче ростовчане уже выступили в роли догоняющих. Основная борьба развернулась во втором периоде. Алтай открывает счет. Ростов спустя 4 минуты его сравнивает. Шайба на счету Егора Кулакова. Победителя выявил овертайм. Точный бросок Алексея Алтухова приносит победу нашей команде. 2-1. Следующий тур Ростов проведет на выезде 7 и 8 октября в Нижнем Тагиле. У баскетболисток Ростов-Дона-Юфу соперник был намного серьезнее. На пути в полуфинал Кубка страны встала московская МБА из высшего дивизиона. Подопечные Дмитрия Федосеева стартовали превосходно, выиграв первую четверть 20-7-20. Во второй уже уступили, но по сумме были все же впереди перед большим перерывом 43-42. А вот в третьей ростовчанке проиграли 12 очков. И догнать соперниц уже не смогли. Мы абсолютно не испугались, возможно что-то не забили свое, какие-то глупые атаки сделали. А те наоборот забили нам с трехочковых и достаточно с хорошим процентом, при том, что это были открытые броски, то есть мы немножко в защите растерялись. Поражение 76-91 не позволит Донским Пантерам сыграть в финале четырех Кубка России. Первые голы забросила за сборную России Юлия Моногарова. Официальным дебютом правой крайни Ростов-Дона стал отборочный матч чемпионата Европы с Португалией. Всего же в этом матче Юлия отличилась в четыре раза. Столько же мячей забросила ворота соперниц Екатерина Ильина. А самой результативной в команде с шестью голами стала Ксения Макеева. Ну а в целом россиянки выиграли 32-25. А на сегодня у меня все. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Пока-пока. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова